Как работать над подачей, над подачей материала? Самое важное, это вы должны давать контент, который вы знаете. Потому что тогда будет подача идти честная, правильная и не пытаться высосать из пальца. Потому что люди поймут, что если вы не знаете, вот допустим сейчас я сказал о том, как получить ссылки на свой ролик, на свой канал, если бы я не знал, то я бы начал вас кругами водить, какую-то теорию там, эй, ладно. Подача должна быть естественная, то есть вы должны понимать, что вы говорите. И я все время вам рекомендую, это я представляю камеру, как будто у меня сидит клиент, и я ему объясняю консультацию. Те, кто был у меня на консультации, они понимают, что я очень часто поднимаюсь, ставлю доску, мне почему по доске проще, потому что я именно по доске объясняю, раньше я выступал, раньше я ездил, теперь нет, да, я теперь делаю свой проект, свою команду, да, ну часто я еще консультирую онлайн, и по доске проще, т.е. мне, я нашел для себя формат подачи, и поэтому работа над подачей с доской мне привычнее, да, я могу рисовать, потому что я могу здесь на формате там рисовать, объяснять там, да, что-то такое, и сама по себе подача для меня простая. А раньше я сидел, был сидячий стрим, и это для меня было дискомфортно, потому что я хотел, чтобы вы на этом стриме, допустим, видели доску, либо там видели там экран рабочий там, что-то в этом формате, но мне для меня комфортный формат подачи, это вот такой, для меня комфортный формат подачи – это ответы на вопросы. Но при этом вы должны понимать, что, вот почему у нас сейчас, допустим, там было двадцать человек там на стриме, потом пятьдесят, потом сто, потому что вы должны тренироваться. Если вы не натренированы, и я в том числе тоже не натренированы, я небольшой, т.е. у меня уже сейчас сотня стримов точно есть, и я считаю себя, ну, более-менее натренированным, да, но опять же не экспертом. Чтобы стать экспертом надо провести большее количество стримов, и уже с большим количеством людей. Но надо для себя четко понимать, что вот со временем, если меня сейчас поставить на стрим, где будет пять тысяч человек в онлайне, то, скорее всего, я порвусь, потому что я не буду понимать, куда смотреть, кому отвечать, что делать, да, там будет много треша, там может там, вот, это тренировка. Поэтому подача должна быть первая, естественно, вторая короткая, а третья структури ра ва на я. Поэтому все вот эти, то, что мы, к примеру, даем, вот эти, допустим, да, это же есть структура. Это план ролика, который я написал, и по нему иду, сто под сто. План, по которому идем, который прорабатываем. Это называется структурное, потому что люди привыкли получать структурную информацию, и они могут уже к чему-то возвратиться, либо стать. Ну, и еще совет такой, это звук. Очень часто вы, ну, и я в том числе, не проговариваем слова. Почему? Потому что мы бубним себе под нос. Бум-бум-бум. И мы, что себя слышим или глотаем слова, да, мне тоже поначалу тяжело, это вся история. Ну, и еще один совет, надо готовиться, как вы будете завершать эту подачу, потому что вот я сейчас говорю, и там пара-бара-бам, это формат такой вот, я уже для монтажера говорю, что это конец ролика, к примеру, и для себя выключаю голову. Вот, поэтому вся эта история, работайте, будьте собой, и давайте полезный контент, ну, не размазывайте его, и будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok